Привет! Вы не замечали? Самая популярная тема различных тренингов последних лет – формула успеха. Все ищут этот алгоритм – как проснуться на утро богатым и знаменитым. Что ж, Марк Твен когда-то иронично заметил, если в человеке сочетается невежество и уверенность в себе, успех неизбежен. И надо сказать, по поводу уверенности в себе был прав на все сто. Психологи констатируют, что общество далеко не всегда выбирает самых достойных. Оно гораздо чаще поощряет самых уверенных, считая таких людей иногда даже более талантливыми, чем они есть на самом деле. А вот американская певица Флоренс Фостер Дженкинс добилась своего феноменального успеха скорее благодаря полному отсутствию таланта, слуха и голоса. Зато уверенности ей было не занимать. Себя она считала гениальной и непревзойденной вокалисткой. Для того, чтобы оценить масштаб голосовой катастрофы, а потом восхититься ее биографией, я предлагаю вам обязательно сначала прослушать хотя бы одну ее запись на ютубе или заглянуть ко мне в актуальные истории. Там я выложила небольшой кусочек ее пения, потому что это что-то невообразимое. Но Флоренс неистово любила музыку. Говорят, с детства она обладала способностями к игре на фортепиано и даже 8 лет туда стоила с честью выступать перед самим президентом Соединенных Штатов Америки. Впрочем, правда это или нет, сказать сложно. Возможно, позже она уже сама придумала эту легенду. Зато достоверно известно, что когда в 17 лет она заявила о своем желании поехать в Европу и обучаться дальше музыке, ее отец, отпуск богатых землевладельцев и сам довольно богатый промышленник, почему-то отказался оплачивать эту затею, хотя, безусловно, обожал свою единственную дочь. И Флоренс сбежала из дома. Ее страсть к музыке разделил врач Фрэнк Дженкинс, за которого она тайно вышла замуж. Полагаю, что будущий муж, который был старше на 16 лет, скорее цинично рассчитывал на ее приданное, но жестоко ошибся. Отец Флоренс, узнав о побеге и тайной свадьбе, пришел в такую ярость, что не только лишил дочь приданного, но и наследство. И жизнь пошла совсем не та, что грезилась. Кромешная бедность принудила вскоре Флоренс оставить занятия в Академии музыки и, наоборот, пойти зарабатывать самой уроками игры на фортепиано. Вдобавок к бедности муж, открытый и беззастенчиво, изменял своей молодой супруге. На протяжении 18 лет она смиренно терпела все его непотребства, но когда Фрэнк заразил Флоренс сиклисом, с последствиями которого ей пришлось потом бороться всю оставшуюся жизнь, супруги разъехались, хотя официально и не развелись. Кроме того, коварная болезнь, говорят, повлияла на суставы рук Флоренс, и ей заодно пришлось проститься навсегда и с игровым фортепиано. В общем, тотальный крах и крушение всех иллюзий. Но, как говорят, в 40 лет жизнь не только начинается. В случае с Флоренс в 41 умер ее отец, и, как выяснилось, он все-таки вписал свою блудную дочь в завещание. В том же году она познакомилась с 34-летним британским актером Сан-Клэром Бейфилдом, который впоследствии стал ее бессменным концертным директором. Говорят, их связывали не только деловые, но и романтические отношения, впрочем, весьма своеобразные. Интимной связи между ними не было никогда, но Флоренс снимала ему квартиру в Нью-Йорке, а сама всю жизнь прожила в отеле. Скорее всего, Бейфилда держали около Дженкинс вполне себе корыстные мотивы. Однако нельзя не оценить его заботу и искреннюю преданность своей эксцентричной подруге на протяжении 35 лет. В общем, получив немалые суммы из наследства, Флоренс вновь воссоединилась с искусством, решив внезапно стать певицей. Она организовала в Нью-Йорке общество любителей классической музыки, музыки Клуб Верди. Со временем число членов клуба достигло 400 человек. И, судя по всему, Флоренс Дженкинс была женщиной очень добросердечной и изрядно тратилась на спонсорскую помощь различным музыкантам, чем заслуживала их лояльность к своим абсолютно адским выступлениям. Раз в году она давала на свои средства закрытый концерт. Бейфилд крайне тщательно подбирал публику для этого события. Некоторым, говорят, даже приплачивала за присутствие. Ее слушателями были их близкие друзья и знакомые, а также члены клуба Верди. Когда она начинала петь, она забывала обо всем. Ее невозможно было остановить. Она думала, что она великая актриса. Так вспоминал впоследствии ее постоянный аккомпаниатор Косме Макмун, которому во время ее концертов периодически приходилось корчить рожи, закусывать губы для того, чтобы не заржать. Впрочем, истерический смех время от времени раздавался и из зала, но Флоренс Дженкинс всегда относила его к зависти, своему великому таланту. Слава о ее концерте постепенно распространялась по всему Нью-Йорку. Интересу способствовало и то, что костюмы для своих выступлений Флоренс тоже придумывала сама, и они были так же своеобразны, как и ее голос. Самым знаменитым стал образ ангела вдохновения. Картонные крылья, за спиной корпулентные пожилые дамы, ну, как сказать, создавали дополнительный комический эффект, и публика валом повалила на ее концерты. В какой-то момент ей даже предложили записать пластинку, и эта запись до сих пор является самой востребованной в Соединенных Штатах Америки. А в 1944 году, в возрасте 76 лет, Флоренс Дженкинс решила снять знаменитый зал «Корнеги Холл». Как говорил потом Бейфилд, даже он был против этой затеи. 3000 мест, ну, как здесь проконтролируешь лояльность публике. Однако Флоренс настояла на своем, и, надо сказать, ажиотаж был таким, что все билеты разлетелись задолго до ее концерта, хотя цена на них достигала 20 долларов. В день ее выступления публика сползала с кресел от хохота, но певицу насмешки не смущали, ведь она исполнила свою мечту. Через неделю после своего триумфа с Флоренс Дженкинс приключился сердечный приступ, а еще спустя месяц она умерла. Ходили слухи, что ее смерти способствовали негативные отзывы в прессе, критические отзывы. Какие они невежи, сокрушалась Флоренс, какие невежи. Но по свидетельству близких людей она умерла абсолютно счастливым человеком. Ведь, как говорил Авраам Линкольм, большинство людей счастливы ровно настолько, насколько решили быть счастливыми. А Флоренс Фостер Дженкинс никогда не сомневалась в себе и не теряла искренней уверенности, что она самая великая оперная певица в мире. Почему же люди до сих пор помнят Дженкинс? О ней написано несколько театральных пьес. Буквально недавно вышел художественный фильм «Сперл Стрим» в главной роли. А ведь с момента, как она покинула нашу грешную землю, прошло уже 75 лет. Я думаю, причиной тому ее неистовая любовь к музыке и детски наивное желание нравиться людям. Она хотела доставлять им удовольствие. И вы знаете, у нее получалось. Не совсем так, как она имела в виду, но порыв ее был добр. Однажды такси, в котором ехала Флоренс, попало в аварию. Певица стала ссылая невредима, но вполне могла бы подать в суд на таксиста. Вместо этого она прислала ему в подарок коробку дорогих сигар в знак благодарности. Потому что, как она сказала, благодаря этому происшествию она внезапно смогла взять самую высокую ноту «фа». И хотя ее, по признанию ее пианиста, ни он сам, ни другие люди никогда не слышали, чтобы Флоренс брала эту ноту, нельзя в этом жести не оценить всю суть характера Флоренс Дженкинс. Даже к этому событию она отнеслась в оптимистичном ключе и доброжелательном. Возвращаясь к теме формулы успеха, я хотела бы напоследок вам процитировать слова, которые часто повторяла миссис Дженкинс. Люди могут сказать, что я плохо пела, но и никто, никогда не скажет, что я не пела. И с этим не поспоришь. А у вас есть собственный секрет успеха?